друзья всем привет спасибо большое что сегодня к нам присоединились меня зовут евгений архипов я руководитель подразделения которое занимается разработкой управляемый суббд в яндекс облаке естественно управляемый monddb мы продолжаем нашу серию мероприятий и они посвящены нашей замечательной базе monddb и прежде чем я объявлю наших докладчиков я хочу несколько организационных моментов проговорить если по каким-то причинам вы пропустите часть доклада или целый доклад мы пришлем вам на почту ссылку с записью с ютуба это придет на тот email которым вы зарегистрировались и если вдруг этого не произойдет вы можете написать нам вот по электронному адресу который указан сейчас на слайде вот и кроме того в конце мы для вас приготовили кусочек пиццы вот после последнего доклада мы опубликуем промокоды и так сегодня будут рассказывать павел перекалов старший разработчик яндекс облака михаил гуренков ведущий архитектор компании skills а также александр димух старший разработчик из яндекс толаки ребята расскажут от про что первым докладом будет доклад павла про популярные стереотипы о монг деби тут уместно вспомнить вот эту мем про web scale и эти вот прочие павел подробно расскажет почему это уже давно не актуально продолжит разговор михаил гуренков и расскажет об архитектуре проектов в компании skills построенных на базе монг деби и завершить доклад александр димух и расскажет про использование монг деби для решения задач потоковой обработки данных и создания распределенной очереди ну и конец мы потом подведем итоге так но я думаю что можно начинать и павел перекалов с его докладом про мифы и легенды и монг деби продолжит ваша тебе слово добрый день сегодня я хочу поговорить с вами самых часто встречающихся стереотипах о монг деби дело в том что читая различные ресурсы где обсуждается монг деби от рассылок до форумов можно найти обсуждения где задаются вопросы или хуже того дается ответы устаревшие уже ну лет так на пять поэтому сегодня мы часть этих самых холиварных вопросов разберем посмотрим какие из них уже не актуальны о каких еще нужно задумываться давайте начнем самого важного с безопасности периодически новостях можно видеть подобные заголовки создается впечатление что монг деби с безопасностью как-то все не очень хорошо верно открываешь такую новость читаешь подробности а там каждый раз одно и то же кто-то использовал баз данных без до аутентификации можно ли вообще считать проблему баз данных то что и пользуется без ограничения доступа как минимум сомнительно но тем не менее начиная с версии 3.6 монг деби исправил недостаточно строгую конфигурацию по умолчанию теперь демон баз данных биндится на ухо с места всех доступных адресов как раньше то есть чтобы открыть доступ по сети нужно сделать это специально 3.6 на секундочку 2017 год среди всех новостей что я упомянул есть и посвежее то есть или кто-то использует уже не поддерживаемой версии монг деби не включив контроль доступа или специально специально открыл доступ к своей базе и всему миру пожалуйста не делайте не так не так не используйте уже не поддерживаемой версии и не отключайте аутентификацию в нашем облаке мы аутентификацию включаем для всех без исключения и за актуальность версии конечно тоже следим еще одна вещь с безопасностью можно было видеть свое время дело том что давным давно в некоторых версиях манг деби 2 комьюнити сервер был собран без ssl можно было собрать с руками из исходных кодов выставить правильные флешки но сейчас все необходимое есть из коробки вместе с куча с цель настроек так что давно не актуально а что актуально так это споры о схеме на ускорбе базы данных почему-то считается что носит на скорбе с данных у данных нет схемы на самом-то деле схема у данных есть всегда поскольку приложение работы сейчас баз данных всегда рассчитывает на какую-то определенную структуру и много тебе здесь отличается только тем что структуру не нужно объявлять заранее и тут же приятное свойство вы почти не столкнетесь с миграциями чтобы добавить поле документ не нужно как бывает иногда выскорбить баз данных призвать тебе и иначе там можно запросто начутись такой простой операции как добавление колонки много тебе нужно новое поле вы просто начинаете у него писать и эти два момента действительно преимущество представьте что вы пишете прототип проверяйте гнику гипотезу быстро накидывайте приложение пишите в базу не задумываясь над схемой не полетела ну что ж вы не затратили по крайней мере лишних ресурсов на разработку взаимодействия с баз данных полетела отлично задумались как следует предмет на области как она ложится на данные и вот чего не хватало в этом месте возможности как классические база задать ограничение со стороны база а именно check-constraint много тебе такого действительно долго не было но теперь есть уже несколько лет можно настроить валидацию через джейсон схему то есть стандартный способ без велосипедизма верхат на проверку не очень большой но зависит от валидации которую вы напишите то есть нужно нагрузочным проверять свою конфигурацию следующая тема не менее хулеварная это джойна но тут коротко много тебе их нет потому что они не нужны но если серьезно то джона скорее всего не так часто нужны и не так часто они нужны когда мы говорим именно о документной модели то есть если вы храните динарализованные данные и все связи у вас внутри документа выражены с помощью под документов массивов ну что же делать когда джойн все-таки нужен и первое чем можно воспользоваться это дб референс по сути ссылка из одного поля документа на другой ссылка по айди драйвер автоматические ссылки резолвит и потаскивают документы в приложении звучит неплохо не часто этого достаточно но проблема в том что не все драйвера поддерживает бы референс и вообще могут вести себя немного по-разному в этом месте конечно остается вариант самостоятельно писать джойн своем приложении но и тут вы могли столкнуться с кучей проблем вроде разных аномалий за отсутствие должного уровня заряд со стороны базы ну и целом вообще как-то не хочется заниматься такими вещами в приложении хочется думать о бизнес-логике о джойнах пусть думают разработчики бд и они думали джойн монго дб появился и можно воспользоваться в рамках aggregation фреймворк давайте расскажу коротко что это такое aggregation pipeline это фреймворк встроенный монго дб и поддерживаем и драйверами то есть для его использования не надо ничего хитрого настраивается просто часть баз данных выглядит это как то так вы задаете набор стадий через которые пройдут данные выбранной коллекции в нашем случае коллекция others первая стадия у нас фильтрует значение фильтры документы по значению более статус 2 группирует по айди подписчика и считает агрегат сумма по поле мам и стадии могут заниматься самым разным они могут фильтровать данные могут как-то менять проекцию например развернуть массив могут по сортировать посчитать агрегаты добавить поле дарить поле так далее всего около 30 по моему различных стадий сам флоу при этом может разветвляться по вашему критерию можете отправить данные в ту или иную часть пайплайна результаты можно сохранить коллекцию специальной стадии аут и вот в последней версии можно сделать еще интереснее можно смержить результат пайплайна содержимым некой коллекции и получить тем самым материализованное представление и обновлять его по требованию плюс опять же последней версии еще один есть приятный бонус можно использовать агрегейшн фэрворк прямо внутри апдейтов то есть как-то хитро можно обновить документы используя всю выразительность агрегейшн фрэрворка но и выглядит как-то так что на гречен пайплайн это некая замена скули соку сама придется отчасти так она есть имеется даже хорошая инструкция по соответствию фич и сквей стадием пайплайна и так возвращайте к джойну агегейшн фреймворке есть стадия работающая как left outer joint стадия лукав также есть возможность и курсивно обойти граф представлены у вас данных соответственно граф лукав тут есть ограничения исходная коллекция пока что не может быть шардированный остальные могут а еще раньше ограничения были у шардинга на сток верфлоу часто можно было найти жалоба на то что пользователей не получается шардировать большую коллекцию вот в нашем примере 256 гигабайт тут важно понимать что этот лимит он не касается того размера который может достичь коллекция после шардирования такого лимита не существует размер шарди коллекции ничем не ограничен а вот именно размер исходной коллекции имеет ограничения сейчас именно 256 гигабайт не актуально мы шардировали и терабайт на инсталляции все проходило хорошо но некоторые ограничения остались сейчас они зависят от выбранного вами размера ключа и размера чанка ниже ссылочка на документацию можете проверить не посчитать время для вашей данных однако надо отдельно сказать не откладывайте шардирование на последний момент сам процесс шардирования распределение чанка по шардам требует ресурсов и времени которых вам скорее всего и так не хватает раз вы шардируетесь также раньше много тебе нельзя было сделать шарды с разным размером дискового пространства приходилось подгонять под общий объем для всех сейчас они актуальны размер диска можно указать плюс появились зоны это возможность более удобно распределить данные по шардам ну например допустим с точки зрения графического расположения у вас есть данные в каком-то регионе клиента в каком-то регионе вы располагаете шард рядом с ними специальным образом размещаете ключи которые соответствуют этим документам и данные ложатся на шарты и живут рядом с пользователями но и целом шардирование стало весьма удобно и и продолжает развиваться а вот что еще было неудобным как это и драйверов часто можно было встретить подобное не сразу даже понятно о чем речь чем же дело о том что манга дебе дает возможность указать уровень подтверждения каждой отдельной записи серверных баз данных райт консеров пользователь не знал что этого нужно делать и стрелял в пустоту то есть писала без подтверждения и замешательства юзеров тоже понятно например возгрессе подобная настройка синхроне из комит она выставляется целиком на сервер бастанных там нельзя сказать это запись важно не нужно подтверждение это выстрелить запуск монги же мы делая важную запись дожидаемся что она запишется на большинство нот реплика сета выставляя red concern majority загружаем кто-то несущественно например кому статистику или тестовые данные экономим время выставляя red concern 0 ну и тут надо сказать что неинтуитивный дизайн 5 тоже по сути проблем вас данных и мы там вместе тоже случился ряд улучшений вслед за сменой протокола записи драйверах для языка программирования поменялся интерфейс для указания red concern и если раньше нужно было дернуть метод get lost error что убедиться что запись заданной надежности прошла то сейчас необходимые настройки можно выставить на уровне сессии ну и указать для каждой день записи возможности осталось теперь давайте поговорим о более серьезных и гиггерских вещах дело в том что у всех баз данных случается потеря вспомнить хотя бы недавнюю историю софсинг из-за странного поведения в ядре linux некоторые баз данных самые разные например тот же postgres могли потерять данные в случае аварии о чем пойдет речь джебсон это фреймворк для тестирования в нашем случае баз данных и если вы простите он позволяет описать сценарий работы распределенных систем и проверить что распределенные системы выполняет обещанные гарантии во время всевозможных проблем и call me maybe это название одной из статей от посвященному деби от автора джебсон что называется широко известный в узких кругах ресерчер области распределенных систем свое время эта статья вызвала бурю обсуждений таких статей было циклом началось в 2013 году в этих статьях говорилось о сценариях когда манг деби можно получить потери записанных данных из-за сбоя и или другие неприятности эффект например стоил рить и все это при строгих настройках надежности вот этот пост он уже от 2018 по моему года и в боге самому много деби и в нем говорится что после нескольких лет сотрудничества с автором джебсон теста баз данных наконец-то их прошла а причем прошла старые 2013 года так и новые более строгие а сами тесты теперь интегрированы вся и монг деби для прохождения тестов и обеспечения гарантии была породила на огромная работа например база были добавлен логических часы и задействованы новые протоколы репликации основаны на рафте плюс куча работы по консистентности изоляции в рамках нового движка вот о нем кстати еще не вспомним а еще раньше записи не только терялись в каких-то уж совсем оригинальных кривых случаях а просто трамотили во время валидной нагрузки дело в том что у старого движка манга тебе были проблемы с конкретной записью и когда эти проблемы проявлялись страдали еще и чтение и упрощенно это выглядело как-то так все запросы прилетающему на дебе выстраивались в очередь внутри базы пишущие запросы при этом выполнялись эксклюзивно а читающие могли и вместе это на всю базу данных то есть один пишущий момент в один момент времени и один пишущий запрос один момент времени и выглядело это так что баз данных тормозит а ресурсы железо не утилизировано то есть мощности по сути простаивает в этом месте делали саморазные оптимизации запросы могли возвращаться обратно в очередь после того как поработали время какое-то время потом вышесказанное распространялась на каждую отдельную базу потом на коллекцию но помогал этого мало в идеале чего хотелось конечно хотелось конкурентность на уровне документов и мы это получили начиная с версии 3.0 где появился механизм подключаемых движков и с ним движок варитаги и вот уже в нем благодаря мотивершин конкурентность контрол конкурентность реализована на уровне документа производительность конечно выросла в разы чтение больше не конфликтуют записи а запись не конфликтуются друг с другом если не борются за один документ плюсом шла ключ куча клевых фич таких как компрессия данных сторожа например и в целом высокий технический потенциал дальше мы это увидим кстати последняя версия мог где бей старый движок мапу просто убрали за ненадобностью но чего еще не хватало в нем свое время конечно не хватало транзакций говорили что серьезное хранилище данных без транзакции не построить вместо транзакции мог где бей всегда была гарантия атомарность изменения одного документа ну и получается что опять же в сочетании с продуманной схемой транзакции вам действительно могут быть много дебе не нужны то есть если у вас смысловая единица документ и все связи опять же внутри через документы массивы транзакции могут не понадобиться и так было много лет пока настоящие транзакции не появились около двух лет назад в штат много тебе 4 0 и в ней появились транзакции на уровне реплика сета или шарда и можно теперь как классические базы данных подключиться базе сказать от транзакшн сделать работу оптом комит или роллбэк спустя всего год появились транзакции уже распределенные можно подключиться к монгасу это некая прокси для доступа к шардированному кластеру и сказать старт транзакшн и вот так уже в классической реализационной базе уже не сделать как ровно и не получить шардирование средствами сама только база транзакции действительно есть теперь однако давайте остановимся и пару моментов здесь обговорим первое не забывайте что работаете с документной базой и родная модель с нормализованными данными обычно подходит лучше второе достаточно очевидно транзакции как любые гарантии влекут дополнительные накладные расходы то есть вы можете просто пожертвовать частью производительности проверяете нужно ли вам это опять же на своих данных и последнее надо отметить что транзакции есть ограничения не все операции можно использовать внутри транзакций например не получится создать базу или пользователя ряд стадий aggregation pipeline недоступен внутри транзакций ну конечно с каждой версии список неподдерживаемого сокращается так что следите за изменениями кроме того очень важно знать документацию именно по транзакциям и указывать правильные настройки redride concern и правильно обрабатывать ошибки ну и в целом фича относительно новая помните об этом ну и наконец последняя вещь о которой мы сегодня поговорим это бэкапы оставил на потом потому что этот сайт самый грустный и отличается от остальных тем что это до сих пор правда манго тебе действительно нет горячего бэкапа это значит что не получится просто взять и забрать файлы с файловой системы не останавливая сервер баз данных или не не останавливая запись него иначе можно будет получить неконсистентную кашу да остаются логические бэкапа они дольше по времени поскольку надо прогнать данные через саму базу и ресурсов при этом потребляется конечно больше однако горячего как есть в интерпрайс версии ну а мы помним что фича оттуда со временем комьюнити версию все таки перетекает второй момент доступного решения для восстановления на определенный момент времени тоже нет речь о ситуации когда допустим один из ваших разработчиков молодцов нажал мне эту кнопку и удалил например часть данных и мы хотим восстановиться вот на момент тем перед проблемой не на ночной резервной копии на чем потеряем данные за весь день и как мы планируем с этой проблемой бороться не рассказывал осенью можно смотреть по ссылочке если коротко мы разрабатываем конечно используем три яндекса open source утилита для бэкапов постгресса в лжи вот в ней и делаем point in time recovery для mongodb как сделаем сразу появится в яндекс облаке в репозиторе конечно же тоже ну не прежде чем закончим хочется сказать пару общих вещей база данных это всегда непросто причем просто развернуть базу и начать что-то в нее описать сейчас проще простого запустил докерный образ подключил приложение готово но на более-менее серьезном проекте все веселье начнется потом проблемы безопасности масштабирования обслуживания и прочие прелести администрирование обязательно проявится со временем и с нагрузкой если администрирование вас обычно избавляют управляемые платформы как яндекс облака попробуйте если еще нет как именно избавляет можно смотреть по ссылке рассказывает мой коллега любом случае создание схемы развития работы с баз данных вашем приложении остается за вами это действительно нет реальная задача и она и всегда какую бы вы базу данных не использовали телевизионную документную графу и какую угодно и вот на какие же практики стоит ориентироваться в mongodb начать безусловно стоит с официальной документации там есть целый раздел про моделирование данных стоит обратить внимание на портал обучения mongodb там с куча самых разных курсов с домашкой с видео от знакомства с многоди би до анализа производительности и разработки схемы ну и последнее это просто пост блоге mongodb удобный справочник по ряду популярных паттеров давайте подведем итоги для этой презентации я старался подобрать самые известные стереотипы mongodb и если вспомнить о чем мы сегодня поговорили до сложить со стальной работой проделанные на баз данных а я не упомянула такие вещи как чинч стримы и casual консистенции многое-многое другое то в итоге можно действительно сказать что mongodb уже не та база над которой шутили из-за отсутствия транзакции джоинов и упрекали бедности и невыразительности языка на этом развитие не останавливается на подходе новая версия с новыми фичами в агрегатчем фреймворке серьезно улучшится поддержка map reduce теперь вы сможете встраивать свои функции на джаваскрипте прямо пайплайн улучшится шардирование опять же появится возможность уточнить ключ то есть добавить к текущему определению еще один параметр и получить тем самым лучше грунерность и размазать данные равномерно по шардам и многое-многое другое ожидайте в яндекс облаке новую версию если вы раньше сталкивались с какими-то проблемами или недостатком фич каких-то в mongodb рекомендую посмотреть снова загляните документацию за последние годы mongodb превратилась во взрослую базу данных с распределенными даже транзакциями и богатым фрейворком для агрегации по ссылочке можно посмотреть на список самых глобальных изменений покликать там будет видно что без самого важного появилась баз данных с тех пор как в последний раз на нее смотрели мы еще управляемая mongodb доступна в яндекс облаке приходите пользоваться много о чем мы сегодня говорили например по любым проблем с безопасностью или администрирование мы решаем за вас подключать если хотите сосредоточиться на разработке не возиться с настройкой масштабируем и бэкапами своих данных на этом все спасибо за внимание павел спасибо большое напомню это был доклад от павла перекалова и паша рассказывал про распространенные стереотипы в mongodb вот у нас паша есть вопрос от аудитории что у нас будет с инкрементальными бэкапами тут возможно имеет смысл рассказать о том чуть больше вернее рассказать о том как мы собираемся делать наши бэкапы через вал джи и что наверное на первом этапе там будет только логической бэкапы и питер можешь прокомментировать да но опять же там я приводил ссылочку до по ходу доклада где на эту тему делал целое выступление тоже короткое опять же но можете посмотреть если хотите подробностей но в двух словах действительно для нормальных бэкапов нам нужен способ снять копию баз данных сначала это будет логический бэкап то есть потом может быть будем участвовать в разработке бэкапа горячего там появится инкремент и так далее тем не менее сначала это логический бэкап а чтобы восстановиться на какой-то момент времени между этими бэкапами мы просто откладываем в хранилище оплог оплог репликации баз данных да и при восстановлении проигрываем его от момента конца бэкап от момент начала бэкапа до необходимым необходимой точке чтобы установить на нее да паша спасибо напомню что эта разработка она естественно будет доступна первой в яндекс облаке на нашей платформе управляемых суббд но вместе с тем она будет доступна open source и поэтому любой желающий не обязательно на нашей платформе может и воспользоваться мы участвуем в разработке да и самое главное приносите пол реквесты мы очень ждем их от вас окей давайте продолжим и наверное продолжит михаил гуренков главный архитектор skillos и он расскажет об архитектуре проектов построенных на базе mongodb в компании skillos я буду рассказывать как мы skillos работаем с mongodb так сейчас секунду про презентацию из чего она состоит вначале я немного расскажу про skills во второй части я расскажу как возможности mongodb позволяют нам экономить время разработчиков в третьей части расскажу про наш опыт работы с менеджер монга и в четвертой части я расскажу про задачи в которых мы mongodb использовать не стали итак первая часть про skills skills это интеллектуально рекрутинговая система полного цикла это единая экосистема для автоматизации всех этапов отбора и оценки кандидатов она объединяет на одной платформе всех людей кто принимает участие также предоставляет централизированную отчетность аналитику и опрозрачность чар процессов также она позволяет интегрироваться с внешним решениями для оценки и обучения кандидатов у skillos самые большие проекты по hr рекрукмента и среди наших проектов это оцифровизация массового подбора в компаниях сбербанк мегафон газпром нефть по словам по словам наших клиентов использование skillos на 35 процентов снижает стоимость подбора и на 44 процента увеличивает скорость найма два с половиной месяца назад мы переехали в яндекс облока здесь примерные параметры нашей инсталляции на немаленькая и не очень большая мы используем менеджер манга диби с локовой создать дисками и база данных вроде порядка 120 гигабайт монг диби досталось нам от первой команды но мы регулярно проводим архитектурный ревью и в рамках таких ревью мы каждый раз отмечаем что монга хорошо подходит для решения наших задач и также позволяет экономить время разработчик и подробнее почему я сейчас расскажу но перед этим пару слов о нашем о контексте как правило контекст определяет правильность выбора инструмент здесь и четыре пункта но на самом деле в две группы группируются то есть первое что у нас реально сложная объектно ориентированная объектно ориентированная архитектура и и код это позволяет нам поддерживать сложную и достаточно большую бизнес-логику и также это позволяет нам делать позволяет поддерживать высокую скорость разработки и также еще одна особенность автоматизации что для разных клиентов сущностью могут иметь разный набор полей с чем бы можно было сравнить можно было бы сравнить с популярным решением это революционная база данных и некоторый модуль ураем который будет помогать преобразовывать революционное хранение в объект если сравнить две схемы то видно что справа схема сложнее и вот этот модуль ураем он но в целом скорее добавляет проблем потому что это дополнительный уровень абстракции он ограничивает эти возможности которые мы можем использовать ему нужны миграции нужно хорошо понимать как он устроен чтобы не было каких-то лишних сюрпризов его также необходимо настраивать и в некоторых случаях уровень может генерировать такой страшный запрос который баз данных не сможет адекватно выполнить второй момент связанный с использованием революционных баз данных у нас есть сущность кандидат это центральная сущность на нашей системы и если бы ее бы мы хранили в революционные базы данных то потребовалось бы десяток разных таблиц и сразу бы возникал вопрос как эти данные правильно загружать то что с одной стороны хочется не иметь некоторый единый механизм чтобы всегда одним образом эти данные загружать другой стороны это потребовалось порядка 10 запросов и при этом не всем сервисам все данные нужны и как некоторых результат как как быть сервисами например если мы загрузили кандидата но не загрузили файлы а сервису вдруг эти файлы потребовались как этот сервис будет себя вести отвалиться с ошибкой или просто неправильно будет работать плюс рм ограничивает возможности база данных вот здесь есть небольшой пример кода когда предположим у нас есть какой-то процесс который какой-то импорт ему прислали например тысячу объектов на обработку вот мы параллельно эти эти задачи обрабатываем и в каждом процессе хотим увеличить четче что эту задачу мы обработали то есть с одной стороны код выглядит просто но с другой стороны видно что здесь есть явный рейс кондишен потому что эти запросы работают параллельно и часть данных мы потеряем можно было бы такую же операцию сделать при помощи SQL вот но как правило рэм вот именно такой запрос делать не позволяет плюс рэм ограничивают нас в тех возможностях какие мы можем использовать в поиске как правило там нет возможности использовать функции которые определены для базы данных и как наверное самое обидное что нет возможности искать по джейсон поля хотя баз данных это делать умеют и так есть в в скиллос мы они используем преобразование данных как мы без этого обходимся ходимся таким образом что мы используем монгу в монге основная единица хранения этот документ здесь у меня небольшой пример сущности кандидат с виду она напоминает джейсон и структурах структуру документа чем-то напоминает а по структуре джейсон здесь видно что у документа есть именованные поля в поля можно сохранить как скалярное значение как случае с аудит фон можно сохранить вложенный объект это в случае с фон намберс можно сохранить массив и в создать history записан объект записан массив из объектов то есть получается используя такие паттерны можно собрать любой объект объект любой сложности и хранить все в таком виде в котором его будет удобно обрабатывайте в их на бизнес-логике как с документами работать в коде здесь пример класса в которой мапится документ из базы с точки зрения тут на этой шарпа это как бы стандартный код стандартный код для дата сущностей и видно что там в случае аудит-инфо там или и мэйлс или аттачмент мы просто используем специальный тип данных и маппинг он он произойдет автоматически вот этот класс уже можно использовать для работы с монги то есть в принципе никаких дополнительных настроек или маппингов делать не надо но при этом такая возможность есть отдельно хочу рассказать про поле extra data у него специальный тип сон документ это поле нам позволяет хранить произвольные поля в зависимости от конфигурации наших клиентов с документ это базовая абстракция манга и она позволяет а динамическим образом динамическим образом сохранять поля в базе данных при этом манга эти поля понимает как как бы эти поля для нее являются обыкновенными и по ним можно искать их можно обновлять то есть выполнять все операции которые манга делать умеет если сравнить с реализационной базы данных то нам потребовалось быть десяток таблиц да и понятно как эти данные загружать манга это всего одно это всего один документ и загружается при помощи одного запроса получается что документы ближе копе структура данных определяется классами в коде каждый документ соответствует классу в коде есть однозначное преобразование также можно настроить маппинг например как по как поле должно называться в базе данных можно указать как поле должно в базе храниться например для едином полей можно выбрать это будет код или это будет название генома и если какое-то поле используется исключительно в бизнес логике его не нужно сохранять можно можно это поле пометить и она сохраняться в базе данных не будет следующий момент это запросы к манге манга деби предоставляет механизм для поиска для работы под названием амонго шелл это такой javascript на в котором все параметры которые выходите от запроса получить они передаются как параметры вы нужны в нужные функции при этом для фильтрации вы можете использовать поиска по всем полям по скалярным по массивам по объектам массивом объектом координатам можно использовать полнотекстовый поиск вот так вот выглядит запрос написанной в коде вырастительность этого запроса чуть меньше чем при использовании smonger shell зато вот такой запрос он статически атипизирован при помощи лямбда функции мы явно ссылаемся на полях в классе если эти поля нам придется переименовать то все запросы автоматически переустроиться вот и плюс видно что поскольку вот все параметры передаются как как дополнительные опции метода такие запросы легко составлять то есть это не сколь где нужно собрать какую-то а магическую строчку вот это статически атипизированный запрос это был немного о том как искать по одной коллекции но иногда бывают задачи когда данные находятся в нескольких коллекциях и нужно собирать запрос общий все примеры которые я буду рассказывать дальше они основаны на реальных событиях но для упрощения их немножко упростил и так кейс 1 как найти кандидатов в москве у нас есть две сущности есть сущность вакансия не есть свойство город пример свойство должность есть кандидат у него есть ссылка на вакансию как мы делаем в таких ситуациях мы находим все вакансии которые относятся к москве и по этим найденным вакансиям ищем кандидат это такой кейс работает хорошо в том случае если вот по вакансии дик в нашем случае будет хорошая селективность у нас это так потому что на одной вакансии может быть 100 человек там тысяч человек 10 тысяч человек вот плюс по этому полю можно построить индекс и он будет хорошо работать даже в том случае если мы будем фильтровать не по одной вакансии передадим туда-то вакансии 100 или 1000 второй кейс например мы автоматизируем подбор в какую-нибудь розничную сеть у нас есть сущность магазин у нее есть название у нее есть у нее есть город и координаты есть сущность вакансия не указана должность и есть ссылка на магазин вот с точки зрения третьей нормальной формы это было бы достаточно но третья нормальная форма не позволит нам искать по магазину по а по городу сами вакансии и в нереволюционных базах данных и в омонга частности денормализация является является правильным шаблоном проектирования и в нашем случае мы берем и во время создания вакансии а часть данных магазина копируем в этот объект и а после этого мы поможем искать вакансии по городу также как продолжение этого кейса хорошая история хранить не просто хранить ссылки не как идишник как некоторый объект в котором есть идентификатор и некоторые дополнительные поля которые можно использовать при отображении либо для поиска также у нас в skills есть механизм который позволяет находить место работы кандидата как можно ближе к тому месту где он живет для этого мы используем геоиндексы они работают из коробки следующий момент связаны с поисками это гарантия изоляция до данных к компании у нас такая архитектура что у нас единая база для всех для всех компаний и при этом если у нас в компании в систему заходят пользователь компании 1 то он должен видеть все только свои данные а чужие данные видите никого права не имеет вот самый простой способ от реализовать это было бы там в каждый запрос добавить условия там компания и те равно компания пользователя вот на такой запрос он такое решение она не совсем надежно потому что разработчик может забыть добавить тестировщик может не проверить и если впроде озвучиться инцидент то это будет очень очень неприятно как мы сделаем поскольку все запросы это структурированные объекты мы проверяем каждый запрос который уходит в базе и проверяем если в нем условия на компании если условия нет мы это дерево перестраиваем и добавляем дополнительные условия с таким образом у нас получается федеральное решение которое работает всегда и которая позволяет нам как бы быть спокойной безопасности и конфиденциальности данных нашей системе следующая часть это про обновление амонга позволяет по-разному обновлять документы есть разные паттерны можно обновить документ целиком можно обновить какие-то отдельные поля можно сделать инкрементальный запрос без без загрузки объекта значит можно за один запрос обновить один документ за один запрос обновить несколько документ то есть возможностей много и плюс как дополнительная опция в mongo есть механизм который называется bulk write это часть обычного api и она позволяет объединить несколько запросов на обновление в один за счет этого они работают намного быстрее у нас был и кейс когда мы делали механизмы синхронизации справочников что-то время первого подхода нам прислали 50 тысяч сделали 50 тысяч одиночных запросов такой апдейт работал порядке пяти минут нам показалось что это долго посмотрели документацию переписали код вот эти нет документации адаптации кода ушел порядка 30 минут вот и во время следующего подхода мы запросы сгруппировали по 1000 операций и на на тот же объем данных уже ушел порядка 30 секунд то есть экономия где-то на порядок следующий момент что миграции не нужны то есть база данных автоматически подстраивается под структуру классов то есть новая коллекция новые поля создаются автоматически вот при этом если у вас меняется структура или формат хранения данных то конечно миграции нужны мы миграции делаем при помощи кода и у нас есть формальная процедура которая миграция позволяет довести до релиза так следующий момент по поводу особенности проектирования на наш взгляд самое важное самый важный вопрос проектирования в мунге это правильно выбрать сущности я не буду давать совет как это сделать я дам два антисовета и первый антипаттерн это выбирать слишком больших документов такой был кейс у нас есть сущность отдел и в них свойства потребности но это смысл типа сколько сколько этих должностей в это дело нужно понять вот и поначалу они жили хорошо вместе вот а через некоторое время потребности стали как-то развиваться отдельно и стала и стала не удобно их вместе хранить то есть появилась такая двойная адресация то есть нужно передать идентификатор отдела и внутри этого отдела идентификатор потребности и в итоге мы взяли эти две сущности разделили и стало намного удобнее следующий антипаттерн это обратно выбирать слишком маленький документ кейс такой у нас есть сущность пользователь здесь хранится контактная информация и параметры авторизации и следующая сущность до доступ пользователя она определяет как пользователь в какую компанию с какую ролью имеет доступ вот и это неудобно иметь две сущности потому что постоянно нужно делать два запроса и более того не всегда понятен порядок то есть например если мы по одному пользователю хотим понять какие у него права сначала грузим пользователя потом доступ если мы хотим выгрузить всех пользователей компании то сначала мы выгружаем доступы потом выгружаем пользователь а если хотим а найти кого-то а по фамилии копить сначала нужно выгружать пользователя потом доступа то есть это не очень удобно запутывает и в целом вот такие сущности лучше объединять то есть чтобы с этой сущностью которая справа можно было работать одним запросом и того документы ближе к опп не нужны дополнительные преобразования вот и наш взгляд это самое важное самое важное свойство монго которые мы используем skills монгодиби драйвера предоставляет максимально возможности монгодиби в монга есть мощные возможности по поиску и обновления данных а в том числе можно обновлять без загрузки данных и делать массовые обновления и важно помнить что документ ориентированный база данных это не реализационные база данных и у них есть свои особенности проектировать их нужно учитывать следующий раздел про обенджет монга во время переезда в яндекс облака мы решили использовать мы решили использовать менеджер монг у нас было три причины почему мы сделали такое решение причина 1 это возможность использовать у около созд в прежней инсталляции у нас неоднократно были проблемы с ограничением сетевых дисков мы упирались в их производительность и сейчас решили заложить некоторый запас второй момент это восстановление данных на любой момент времени эта функция сейчас находится в разработке у команды яндекс облака такой стандартной возможности нет у монги а для нас это будет а для нас это важно потому что это позволит нам сократить rpo то есть в случае каких-то проблем мы сможем восстановить максимальное количество клиентских данных и третий момент это вот такой микс из опыта яндекса в работе с монга это партнерство с монга диме и сертификация решения для нас это важно потому что будет что у нас всегда свежие версии монги правильно настроенный кластер и не будет каких-то озвучайных проблем из-за неверной настройки что нужно знать для запуска наверное самое главное что нужно знать нужно разворачивать кластер в той же сети что и приложение мы изначально сделали не так и потратили достаточно времени чтобы разобраться второй момент что база создаются из консоли управления раньше база создавались приложением и нам пришлось немножечко этот механизм и переделать и а третья часть это скорее рекомендация лучше все окружение делать менеджер тогда даже во время разработки вы будете запускать систему в окружении максимально похоже на а боевое и для сред разработки тестирования есть возможность использовать оборот чтобы хосты они стоят дешевле чем чем обычный что у нас получилось за два с половиной месяца у нас мастер ни разу не переключался это для нас никто такой признак что там проблем с мунги не было и увейд меньше процента даже в случае если на мунгу приходит большая нагрузка и за это время с кластером не было проблем и в итоге у нас все окружение менеджд да и нашим администратором не пришлось обновлять наши тестовые кластеры на версии 4.2 так и четвертый раздел для каких задач не нужно использовать монг деби это первый первый кейс называется посетный поиск в чем идея у нас есть сущность кандидат у которых у которой много разных полей и у нас есть интерфейс который позволяет фильтровать кандидатов по разным условиям в результате что получается что что возможный набор условий которые выберет пользователь он просто огромен у нас большое количество данных и плюс нам еще нужен каунт и что вот такое решение хорошо работала надо аккуратно подбирать индексы и не всегда это возможно сделать что лучше вот для таких задач лучше использовать база данных которые ориентированы на поиск ну как пример кликаус или эластик следующий момент это аналитика и 5 на экране виден один из дашбордов которые есть в системе у нас много других дашбордов много разных отчетов и это одна из важных функций системы за которую ее покупают поэтому она она важна какие еще есть особенности отчеты сложные в отчетах используются данные нескольких сущностей для разработки отчетов мы стараемся использовать дата аналитиков и у нас есть интеграция с бей с бей инструментами почему не подходит монга что дата аналитики и бей они более ориентированы на революционные базы данных и запросы по нескольким сущностям в много деби делать сложнее чем в sky вот и в итоге мы для задач аналитики используем революционную базу данных следующий момент это файловое хранилище какие у нас задачи у нас более 40 терабайт охранимых файлов и в месяц до добавляется порядка от 3 терабайт и нам хочется максимально простое надежное решение для хранения файлов использовать почему не подходит монга в монга есть решение которое называется grid fs но нам кажется что она будет явно сложнее и для для одежной работы необходимо кластер и и бэкапы и в итоге такое решение будет намного дороже чем там использовать с 3 совместимое решение яндекс object storage и заключительный момент это логи то есть задача хранить логи и выполнять поиск и анализ для диагностирования ошибок почему не подходит потому что монга по умолчанию даст только хранение просмотр аналитику придется как-то делать самостоятельно и поэтому здесь лучше использовать какое-то готовое решение например элка и того документ документы и документоориентированные база данных намного ближе к опп и нужны дополнительные преобразования и я повторюсь что для скил вас это наверное самое важное свойство монга деби монга деби драйвер предоставляет максимум возможностей которые есть в монге монга мощно мощные возможности по поиску и обновлению данных в том числе обновление без загрузки с базы и массовое обновление и при этом конечно не необходимо помнить что документоориентированные база данных это не революционные база данных них есть свои особенности про менеджер монга важно кластер создавать в той сети где приложение располагается и там от момента создания кластера до возможности его использовать проходит всего несколько минут вот и за два с половиной месяца работы у нас с ним ни разу не было проблем и про то что надо правильно выбирать инструмента вот в случае с аналитикой мы решили использовать революционные база данных потому что и и сквель больше аппарата подходит и специалисты инструмента лучше с ним работают для файлов лучше использовать object storage и не всегда универсальное решение позволяет решить любую проблему вот иногда нужно посмотреть на что-то более специальное в некоторых случаях так будет удобнее вот это все что хотел рассказать готов ответить на вопросы михаил спасибо большое смотри у нас есть к тебе несколько вопросов вот ты упомянул про миграции можешь подробнее рассказать как они выглядят и в каких случаях требуется потому что в манге как известно там и схемы нету и миграции как-то она немножко диссонансом звучит да понятно ну во первых да а слава богу миграции требуется крайне редко требуется обычно в тех случаях когда меняется схема данных допустим выпускается какой-то компаниями для какой-нибудь компании меняется схема процесса там и часть полей которые раньше использовалась она там использовалось одно поле а теперь вместо него другие поля ну да просто бизнес процесса меняется а да вот обычно так ну либо какой-нибудь там серьезные инфраструктурные апдейты мы там вместо строки а хотим использовать число в таком случае тоже делаем миграции как устроены у нас есть такой проект ну он называется там skills debug в общем смысл что это некоторые такие дебаг команда в которых загружаются исходные данные и пишется код которые из старого формата преобразуют в новый и сохраняет их обратно в базу а это что-то вот да да я извиняюсь прерываю это это что-то специфичное у вас или это можно и везде применить но это в принципе стандартное решение то есть это там раз на конкурсе не думали он там как-то особо наверное и open-source это нечего то есть это просто вот у кого-то называется а дебаг тесты то есть это модельные тесты которые там вот делают какую-то то есть это не тест а просто какой-то код который позволяет что-то изменить или там что-то протестировать вот есть у нас в принципе то же самое но вот чуть сделано по-другому понятно друзья смотрите я еще хочу одну вещь добавить вот михаил упоминал такие вещи такие решения как кликаус эластик если честно мы предоставляем кликаус не только для наших внешних клиентов но и для внутренних и более того мы используем его внутри для хранения логов тех логов которые пишутся самими базами данных на данный момент у нас около 10 терабайт этих данных и мне кажется что эта база отлично решает такую задачу если она у вас возникнет спасибо большое михаил давайте перейдем к следующему докладчику напомню это будет выступать александр димух старший разработчик яндекс толоки и расскажет он про использование монг диби для решения задач потоковой обработки данных и создание распределенной очереди да всем привет еще раз представлюсь меня зовут саша я разрабатываю бэкэнд на проекте яндекс толока и сегодня я хочу рассказать про то как мы использовали mongodb для того чтобы написать распределенную очередь и даже такой скорее распределенный буфер вот схема моего доклада будет следующее сначала я расскажу про вообще что такое толока буквально в двух словах затем я немножко расскажу про ту задачу которую мы решали и с бизнес точки зрения и с технической точки зрения а затем я расскажу про как бы пять реализаций которые у нас были на самом деле это не разные реализации а как бы итерации одной реализации из каждой новой итерации мы либо решали какую-то проблему либо фиксили какой-то баг и в конце я это все так как у меня будет довольно много идей которые моих реализациях заключены в заключении я это как-то все сведу вместе каким-то ну наверное выводом вот и буквально на пару слов в конце я расскажу как вот примерно такая реализация работает толоке на реальных числах окей что такое толока толока это краудсорсинговая платформа в которой мы предоставляем заказчикам то есть это заказчики это люди какие-то бизнесы может быть разработчики возможности размещать большие объемы данных то есть у кого есть необходимость размещать большие объемы данных например у например у тех кто занимается машин лернингом и размечаем их с помощью других людей это исполнители которые могут просто зарегистрироваться в толоке для них толока выглядит просто как сервис каким-то бесконечным потоком заданий и они могут эти задания выполнять вот и мы предоставляем платформу которая обеспечивает полный цикл вот такого взаимодействия то есть полностью предоставляем все для заказчиков чтобы они могли запускать такие задания загружать их толоку получать разметку а для исполнителей мы просто выглядим как сервис в котором они выполняют задания могут выводить деньги ну и какую-то тоже поддержку обеспечиваем и на самом деле толока доступна для всех здесь много ссылок я по ним сейчас проходиться не буду но когда вы скачаете презентацию вы можете посмотреть то есть у нас много чего интересного и вы можете зарегистрироваться и бесплатно попробовать может быть у вас есть такие задачи дальше переходим сразу уже непосредственно к теме моего доклада что мы решали оказалось что как для любой большой платформы в какой-то момент нам нужно писать сервис аналитики сервис аналитики что значит то есть мы хотим нашим заказчикам показывать какие-то числа то есть например количество заданий которые пользователи выполняют в день или сколько заказчик кратит денег на эти задания в день и показывать вот возможно такие дашборды или вот такие графики причем графики мы хотим показывать как и большим каким-то промежутком то есть график за месяц и с агрегацией по дням и с небольшим промежутком то есть практически реал-тайм графики где мы агрегируем данные каждые пять минут и показываем такую линию как задания выполняются в реальном времени для краудсорсинга это оказалось вполне себе полезной фичей потому что в толоке есть даже реал-таймовые задания например можно настроить онлайн модерацию когда комментарии в реальном времени отправляются толокером они быстренько размещают и помечают там какие-то например какой-то спам вот для того чтобы рисовать такие графики мы решили использовать click house потому что click house именно позволяет хранить сырые данные и рисовать эти графики из сырых данных а мы толком не были уверены какие из этих графиков в конечном итоге окажутся полезными и хотели просто иметь возможность рисовать любые из них или строить практически любые агрегации но прежде чем вот решать проблему отрисовки графиков оказалось что нам нужно решить проблему как писать click house казалось бы проблема довольно тривиальная то есть у нас есть click house у него есть какой-то cql диалект или какой-то api который позволяет него писать ну в нашем случае это метод insert into а дальше у нас есть уже существующая очередь которой на которой построена собственно вся инфраструктура толоки в толоке много сервисов они общаются между собой через какую-то общую очередь сообщений и соответственно если мы хотим написать новый сервис то нам нужно тоже подключиться к этой очереди и здесь нужно сначала определить какие у нас есть требования для записи в каус то есть во первых в кликаусе мы хотим хранить аналитику точных данных как я показывал мы делаем например графики по деньгам и если у какого-то заказчика в конечном итоге данные по тому как он тратил деньги не сойдутся с тем как он их по-настоящему тратил то наверное ну как-то доверие к толоке будет подорвано мы не хотим наверно таких ситуаций а во вторых мы хотим получить что-то вроде real time аналитики то есть мы хотим иметь возможность строить графики очень быстро и на самых последних данных и поэтому мы хотим писать в кликаус быстро то есть не хотим там делать какие-то бачевые записи раз в час мы хотим писать так как данные поступают и начнем с консистентности то есть нужно определить какие у нас требования то есть для того чтобы писать в кликаус консистентно нужно выполнить два требования если мы записываем в кликаус и эта запись завершилась ошибкой мы должны эту запись повторить но при этом повторные попытки не должны приводить в появлению дубликатов то есть если мы выполним два этих условия то мы можем гарантировать что все записи которые у нас есть все данные мы положим кликаус ровно один раз и они там будут лежать готовые для какой-то аналитики если обратиться к документации кликауса то там можно прочитать следующее что при многократной записи одного и того же блока а блок в кликаусе это вот все что идет в методе insert то есть мы одним методом insert можем вставлять сразу но множество записей и вот если это множество записи у нас одинакового размера содержит одни и те же строчки и эти строчки в одном и том же порядке то этот блок будет записан ровно один раз то есть это и есть то самое свойство дедупликации которое нам нужно то есть мы с одной стороны хотим повторять запись другой стороны дедуплицировать если мы повторяем уже запись которая была записана понятно что теперь нужно понять какой и дает нам наша текущая очередь сообщений который мы работаем nel данным довольно стандартный то есть у нас есть какой-то обработчик который мы получаем события из очереди эти события нам приходят каким-то списком потому что просто очередь пытается как можно быстрее нам эти события отправить. И дальше мы каждое событие обрабатываем отдельно, и после того, как мы его обработали, мы выполняем метод commit. Commit означает, что событие какое-то определенное было обработано. И очередь дает нам гарантию at least once. Это значит, что оно нам будет присылать каждый ивент до тех пор, пока надежно не получит вот это подтверждение через метод commit. Если commit где-то потеряется, если у нас упадет обработчик, очередь будет присылать нам это сообщение раз за разом. Но больше никаких гарантий не дает. То есть вот батчи, в которых приходят эти ивенты, они могут быть абсолютно разные. И отсюда становится очевидно, что у нас есть только один способ, как писать в ClickHouse. Мы можем, вот наша обработка, это будет по сути insert to ClickHouse одного ивента, потому что мы не можем объединить несколько ивентов вместе, чтобы писать, потому что мы не можем гарантировать стабильность при повторениях. Если что-то упадет, то мы теоретически можем создать дубликаты. Это значит, что у кого-то на графике появятся лишние траты, например, денег, которых не существует. Ну, кажется, все понятно. В принципе, так можно писать, почему бы и нет. Но дальше мы задумались о скорости. То есть мы оценили, какая у нас сейчас нагрузка на нашу текущую очередь, и оказалось, что мы, скорее всего, будем хотеть через несколько лет класть в ClickHouse около 2000 событий в секунду. А дальше мы смотрим на то, что написано в документации ClickHouse про то, как производительно вообще вставлять туда записи. И ClickHouse рекомендует вставлять данные пачками не менее 1000 строк или не более одного запроса в секунду. Здесь нужно понимать, что это не то, что ClickHouse не поддерживает больше одного запроса в секунду. А именно, что если у нас есть какой-то непрерывный поток данных, мы хотим его буферизировать, а потом флашить одним запросом уже сколько строчек мы накопили, хотя бы раз в секунду. Ну, как бы, это, скорее всего, касается одной таблицы. И поэтому у нас появляется вот такая схема. То есть то, как мы на самом деле хотели бы сделать. Мы хотим написать какой-то бустер, который будет собирать записи и затем отправлять их в ClickHouse. И делать промежутки между этими записями как минимум в одну секунду. При этом вот эти записи, наборы, должны быть стабильны. Мы хотим их каким-то образом зафиксировать, чтобы в случае ошибки мы могли их повторить. И тут, кажется, становится понятно, что нам хочется для этого использовать MongoDB. Потому что, ну, не именно MongoDB, а нам нужен именно какой-то персистентный storage, потому что где-то вот эти буферы нужно хранить, эти записи. И мы решили использовать MongoDB. Вот. Поэтому я сейчас покажу, как мы реализовали такой обработчик, который перекладывает записи из очереди в ClickHouse и использует MongoDB для буфера. Здесь нужно понимать небольшой дисклеймер, что первые четыре реализации содержат различного рода ошибки. То есть это очень такие, ну, кажется, что они могут где-то не работать, и это нормально. То есть на них я расскажу какие-то принципиальные вещи, которые хотелось сделать. Для начала наивная реализация. То есть для начала посмотрим, что у нас лежит в MongoDB. Этот документ буфер-рекорд справа. То есть у него сейчас очень простая структура. У нас есть ID, с которым мы эту запись записываем в буфер. У нас есть payload. Это то, что мы хотим отправлять в ClickHouse. У нас не очень волнует, что там внутри. И есть только один флажочек send, который мы будем поменьшать отправленные записи. То есть по умолчанию он false. Дальше алгоритм. Алгоритм следующий. Во-первых, есть while true на верхнем уровне. Что это означает? Это означает, что мы сейчас не делаем реализацию какого-то отдельно стоящего метода. Мы сейчас пишем обработчик, который в теории должен в цикле обрабатывать наш буфер. Ну, потенциально вечно. И поэтому нужно всегда держать в голове не просто, как он выполняется, какое-то его одно выполнение, а именно, как он в цикле вообще весь работает. Каждый элемент этого цикла, то есть каждый проход цикла будет означать для нас одну запись в ClickHouse. И поэтому в самом начале цикла мы фиксируем текущее время с помощью метода current.ts. Это метод, который возвращает текущий timestamp. И дальше у нас есть список records. Здесь мы храним только ID для того, чтобы накапливать те записи, которые мы хотим послать в ClickHouse. Дальше у нас есть еще один цикл. Этот цикл уже накапливает записи. То есть у него есть два условия выхода. Либо у нас вышел тайм-аут, либо мы привисели количество записей, какой-то лимит на количество записей в ClickHouse в один запрос. Ну, то есть мы на всякий случай хотим ограничить, сколько мы шлем в ClickHouse записей. И пока мы не вылезли за тайм-аут, мы набираем записи следующим запросом. Он тоже довольно простой сначала. Мы ищем все записи, которые не помечены флажочком send, то есть которые не были отправлены. Мы сортируем их по ID и пропускаем столько, сколько мы уже успели накопить. То есть кажется, это дает нам довольно стабильную схему, как мы можем поднабирать эти записи для того, чтобы послать в ClickHouse. Дальше метод insert to ClickHouse. Нам не очень интересно, как он устроен внутри. То, что нас интересует, это то, что мы передаем ему на вход. А на вход мы ему передаем список записей, из которых мы хотим сформировать его блок записи. И в идеале в будущем мы хотим, чтобы при каких-то ретраях этот список был всегда одинаковым. И дальше, после того, как мы успешно послали записи в ClickHouse, мы помечаем их как, собственно, посланные. То есть для всех записей. И тут мы используем метод update-many в MongoDB, который позволяет обновлять много записей. И все записи по ID-шникам мы проставляем в ним в флажочек, что они были отправлены. Понятно, что этот алгоритм, он не то чтобы очень рабочий, с каких точек зрения. То есть, во-первых, у нас нет никакой поддержки распределенности. Если мы запустим два потока где-то в двух процессах вот этот обработчик, то становится довольно понятно быстро, что эти два процесса будут мешать друг другу и создавать дубликаты. Потому что они будут находить примерно одни и те же записи с помощью метода find-to-next и отсылать их в ClickHouse. При этом это будут, скорее всего, немножко разные батчи, и они будут дублицироваться. Там многие записи будут пересекаться, ну и мы получим вообще нерабочий алгоритм. А дальше мы хотим сделать поддержку retry. То есть, может показаться сразу, что в нашем методе поддержка retry есть. Ведь мы, если он будет работать в один поток, и ему никто не будет мешать. Потому что он же вычитывает записи в каком-то определенном порядке, и вроде как вся логика, она правильно написана. Но у нас есть две проблемы. Во-первых, если что будет, если случится exception, когда мы делаем метод mark-ascent. На самом деле, будет не очень хорошо, потому что update-many в MongoDB и вообще любое обновление, ну, во всяком случае, до транзакции, любое обновление нескольких документов – это по умолчанию не атомарная операция. То есть, может быть такая ситуация, что часть записей обновятся, и мы проставим флажочек, что они были отправлены, а часть записей не обновится. И мы, соответственно, флажочек не проставим. И в следующем цикле нашего обработчика мы попробуем эти записи отправить еще раз и создадим дубликаты. А дальше есть еще более хитрая штука. Никогда нельзя, ну, в MongoDB и вообще, на самом деле, во всяких распределенных системах завязываться на какие-то упорядоченные счетчики. То есть object ID в MongoDB – это упорядоченный ID. Если зайти, посчитать в документацию, там написано, что частью первой object ID является timestamp. И поэтому object ID растет со временем. И в целом, в среднем, записи, которые мы вставили после, ну, как бы позже, они будут больше, у них будет object ID больше, чем записи, которые мы вставили раньше. Но то, что он упорядоченный, не означает, что он монотонный. То есть, если мы на каком-то коротком промежутке времени вставляем записи в MongoDB с большой скоростью, с разных машинок, то это не значит, что все записи будут строго в конец добавляться. И, соответственно, в самом конце они у нас будут прыгать, и, скорее всего, это тоже создаст нестабильные батчи или дубликаты. Вот. И поэтому в следующих реализациях мы попробуем от всего этого избавиться. Для начала попробуем решить проблему распределенности. То есть, что мы хотим? Мы хотим, чтобы нашу реализацию можно было запускать в несколько потоков. Ну, в несколько процессов могли работать над нашим батчем. И чтобы эти процессы между собой как-то синхронизировались. Для того, чтобы решить эту проблему, во-первых, в нашем буфере нужно найти какую-то точку синхронизации. Такой точкой синхронизации может стать поле table. То есть, как мы обнаружили в толоке, на самом деле в нашем буфере лежит много записей, которые предназначаются для записи в разные таблицы. То есть, потому что в Кейкхаусе мы имеем много таблиц, а буфер у нас один. И теоретически мы можем поделить все записи в буфере потаблично, таким образом превратив их в какие-то непересекающиеся множества, и каждый из этих множеств уже обрабатывать параллельно. То есть, мы находим точку параллелизации в чем-то естественном, хотя это не обязательно. Мы могли также легко ввести какое-нибудь искусственное поле. Тем не менее, мы вводим поле table для наших записей в буфере. А дальше мы добавляем еще один тип документа. Это другая коллекция, которая будет называться batches. И здесь для каждой таблицы, в которую мы собираемся писать, будет создан ровно один документ. Его первичным ключом будет даже поле table. Это как бы первичный ключ, и для каждого table у нас будет ровно один документ batch, с помощью которого мы будем синхронизироваться. Дальше у него есть метод lastSend, который будет означать, когда мы последний раз записывали в эту конкретную таблицу. И метод locked until – это метод, который мы будем использовать для распределенной блокировки. Как работает эта распределенная блокировка? То есть в конечном итоге, когда мы решили, как мы уже будем параллелить наш буфер, мы хотим дальше этот буфер, как бы в каждый кусочек, в каждую таблицу мы хотим писать ровно в один поток. Для этого нам нужно взять блокировку. Блокировку мы берем следующим образом. Мы используем атомарные операции в MongoDB над одним документом. То есть красота MongoDB в том, что мы атомарные операции, не обязательно мы должны знать точно конкретно документ, который мы хотим обновить. Мы можем этот документ искать. То есть и часть запроса у нас будет… Или у нас вот поле locked until вообще не существует, это значит, что никто не лочил этот документ. Или поле locked until, оно будет содержать какой-то таймстемп. Этот таймстемп меньше, чем сейчас. А сама блокировка – это будет апдейт. То есть когда мы находим такой документ, мы его обновляем и просетиваем в поле locked until какое-то будущее время. Тот тайм-аут, на который мы берем нашу блокировку. И так как это операция атомарная, то вот если представить, что 50 потоков пришли одновременно и пытаются взять блокировку на один и тот же документ, то MongoDB гарантирует, что тот, кто первый возьмет эту блокировку и первый просетает поле locked until, все остальные 49 потоков увидят уже обновленные locked until у себя в части query. И, соответственно, оно для них не выполнится, потому что какая-то блокировка будет уже в будущем. И они, соответственно, отвалятся. То есть так MongoDB нам позволяет реализовать буквально одним полем распределенную блокировку. И здесь еще одна красивая строчка. Что делать, если мы не нашли блокировку? И мы ничего не делаем, мы просто выходим. Потому что и теперь становится понятно, как вообще запускать наш этот обработчик на кластере. То есть внезапно наша имплементация, которая была абсолютно однопоточна, она внезапно становится распределенной, потому что мы можем просто каждую секунду, например, запускать процесс вот с нашим таким обработчиком. И те процессы, которые найдут себе блокировку, они как бы останутся и будут работать. А те, которые не найдут, они просто выйдут и ничего не будут делать, и никак нам не мешать. То есть наш обработчик, он теперь еще и сам себя как бы как-то синхронизирует. Вот, нам ничего для этого внешнего не нужно. Дальше. Метод findNextToSend чуть-чуть изменился. У нас теперь появилось в методе find, в части find, условие, потому что мы для каждой конкретной блокировки, то есть для каждого бача, мы ищем только конкретные записи для конкретной таблицы. То есть это и есть наша точка парализации. И у нас в конце появился метод completeBatch. CompleteBatch — это, по сути, снятие блокировки. То есть если бы у нас был стандартный какой-то лок, то это был бы метод unlock для какого-то типа классического лока. Но здесь то, что мы делаем для какого-то конкретной таблицы, когда мы закончили обрабатывать бач для нее, мы просто делаем unset поле lockedUntil. Это значит, что мы сняли блокировку. Ну и еще дополнительно обновляем запись LastSend. Вот. Кажется, что вот, ну, то есть на самом деле таким довольно простым способом, буквально тремя строчками в нашей коде, мы превратили нашу просто однопоточную какую-то реализацию в даже распределенную. Это очень здорово. И было бы вообще суперздорово, если бы на самом деле это все еще не настоящая распределенная реализация. Почему? Я расскажу чуть позже. Давайте для начала попробуем разобраться с ретраями. Как мы разберемся с ретраями? То есть общая идея такая. У нас есть и так уже документ, на который мы блокируемся. Это наш документ в поле бач. Почему бы не использовать его для того, чтобы там зафиксировать те записи, которые мы хотим отсылать в ClickHouse, для того, чтобы их можно было безопасно ретраить. То есть для поддержки этого, во-первых, мы в документ буфер-рекордс, а нет, давайте документ бач, мы добавляем массив рекордс. Это будут те объекты, те айдишники записей из буфер-рекордс, которые мы хотим отправить в ClickHouse. И дальше каждый бач мы помечаем каким-то уникальным номером. Для этого будет поле нам. Я чуть-чуть попозже расскажу, что оно делает. И для каждого буфер-рекорда, то есть для каждого документа буфер-рекордс, мы будем как бы лочить его вот каким-то номером бача, в котором этот документ будет посылаться в ClickHouse. Давайте посмотрим на код. Что здесь изменилось? Вместо метода findNextToSend, который у нас раньше накапливал в какой-то локальной переменной те записи, которые мы хотим послать в ClickHouse. Вместо этого мы хотим накапливать записи, которые мы хотим послать в ClickHouse, в нашем патче. Для этого мы сначала находим записи, которые мы хотим залочить. Здесь метод выглядит точно так же почти, как метод findNextToSend. Единственное, мы еще проверяем, что не существует никакой блокировки lockedBy, то есть дополнительным условием. И заметьте, что здесь мы избавились от нашей сортировки. То есть нам на самом деле больше уже не важно, как посортированы эти элементы, так как Mongo нам ус умеет отдать их быстрее всего, так и лучше для нас. То есть мы избавились от завязки на что-то ненадежное. Ненадежное, как сортировка по ObjectId. Дальше мы используем этот UpdateMany, чтобы залочить вот этот список документов, которых мы нашли. Просто в части query у нас список ID, и мы обновляем, проставляем текущий номер батча. И дальше эти записи, которые мы нашли, мы добавляем в наш батч с помощью метода PushAll. То есть здесь мы находим наш батч по запросу, это именно по таблице, и добавляем записи. Все, в общем-то, понятно. И этот запрос, он всегда отрабатывает, потому что всегда точно существует такой документ по части query, потому что иначе бы мы просто не захватили блокировку. Методы insert to clickhouse и mark.scent никак не изменились. Изменилось только то, что мы отдаем им на вход. И это очень важное изменение. Теперь мы передаем не какое-то значение, какой-то локальной переменной, то есть какой-то список, а мы передаем список, зафиксированный у нас где-то в Monge. И таким образом мы делаем эти методы и дедпатентными. То есть мы можем их повторять, и до тех пор, пока мы не завершим батч, и этот список зафиксирован, мы уверены, что мы никак не запокапим вот этот наш батч, который мы шлем в clickhouse. А дальше у нас есть очень интересный метод. Я его назвал unlock extra records, и вот давайте посмотрим, что он делает. То есть после того, как мы все успешно послали в clickhouse и пометили, как посланное, мы находим записи для какой-то конкретной таблицы, залоченной батчем, вот который у нас прямо текущий батч, для которого мы сейчас послали записи в clickhouse, и затем находим те, которые не были посланы, и убираем у них как бы блокировку. Мы снимаем флажочек locked by. Откуда такие записи вообще могут взяться? Для того, чтобы разобрать это, раскрутить, нужно вспомнить, что мы чинили изначально. А мы чинили то, что метод mark.send небезопасен. То есть так как если он свалится где-то на середине, то часть записи обновится, часть записи не обновится. И это мы починили тем, что теперь мы его выполняем и дедпатентно, то есть на вход мы точно зафиксировали те записи, которые мы хотим обновить. И мы можем повторять этот метод до тех пор, пока он точно не пройдет. Но починили мы этот метод, введя другой метод, который тоже делает update many, и который точно так же небезопасен. Потому что если этот метод упадет, то какие-то записи мы можем залочить, какие-то мы не залочили, а в метод addToBatch мы ничего не добавили. И, соответственно, те, которые мы успели залочить, они просто исчезнут. То есть здесь мы потеряем записи. И это мы чиним роллбеком. То есть у нас, по сути, есть два способа, как чинить такие неатомарные обновления. Мы можем либо делать дедпатентные операции и пробовать их до тех пор, пока они пройдут, либо мы можем оптимистично пытаться как бы выполнить эту операцию, но если не получилось, просто откатиться. Это другой паттерн. И здесь интересно, что метод unlockExtraRecords это тоже метод updateMany. И он точно так же небезопасен с этой точки зрения. Но если посмотреть, тут плывает, зачем нам нужен был уникальный номер для каждого батча. Так как мы анлочим записи для каждого уже зафиксированного батча, этот метод тоже иденпатентен. Мы его тоже будем повторять до тех пор, пока он не пройдет. И таким образом у нас в конечном итоге все сойдется. То есть здесь мы получили eventual consistency в рамках нескольких циклов нашего буфера, обработки нашего буфера. И метод completeBatch теперь выполняет чуть-чуть больше, чем просто снимает блокировку. Он убирает, очищает наш массив рекорд и инкрементит номер блокировки, чтобы у нас, номер буфера, чтобы каждый буфер имел один, каждый батч имел уникальный номер. Таким образом мы поддержали retry. И все еще нет. То есть почему нет? Кажется, что у нас уже довольно сложная реализация, которая использует распределенные блокировки, которая готова к падениям во всех местах, умеет откатываться, умеет делать иденпатентные операции, но все-таки что-то не так все еще. Не так то, что мы надеемся слишком сильно на нашу блокировку. То есть мы взяли блокировку, и мы надеемся, что самим этим фактом, что у нас есть какая-то блокировка, что действительно никогда не может быть такой ситуации, что два потока будут одновременно обрабатывать один и тот же батч. Но такие ситуации вполне могут быть. Например, у нас есть процесс 1, который застрял на методе unlock-extrairecord. Застрять он мог по миллиону причин. Он мог просто застрять где-то в сети, или его виртуальная машина могла быть переостановлена. Ну, как бы, на самом деле, может быть массовым вариантом. У нас просыпается процесс 2, он вполне может захватить блокировку, если по условию, что locked until, меньше, чем сейчас. Если сейчас уже наступило время экспайра, он вполне берет блокировку. В цикл он не входит, потому что он все еще обрабатывает тот же батч, который обрабатывал процесс 1. Поэтому он сразу начинает отправлять записи в ClickHouse. Здесь все хорошо. То есть к этому мы готовы. Мы как раз таки зафиксировали записи для того, чтобы их можно было ретраить. Процесс 2 все выполняет правильно, то есть он отлично выполняет и метод unlock-extrairecords, и завершает батч. И с его точки зрения все вообще отлично, и на самом деле все отлично пока. То есть если бы процесс 1 сейчас умер, то процесс 2 чувствовал бы себя отлично, и наш бы алгоритм чувствовал себя отлично. Далее процесс 2 берет следующую блокировку и начинает обрабатывать следующий батч. Здесь он накапливает новые записи, это уже следующий батч, и переходит к этапу записи в ClickHouse. И в этот момент происходит такая печаль. У нас процесс 1 внезапно отживает. И он отживает, и что он решает сделать? Он решает, что как бы он же выполнил метод unlock-extra-records, и до этого все методы успешно, то есть с его точки зрения. И он решает, что пора бы завершить батч, но он не знает, что он завершает будущий батч, про который он еще ничего не знает. И с его точки зрения здесь все окей, он завершает этот батч, и все может еще закончиться хорошо, но оно не закончится хорошо, если в этот момент, например, процесс 2 не сможет записать в ClickHouse. Так как батч, с которым работает процесс 2, уже закончен, мы уже потеряли те записи, которые он должен был туда записать, и мы не сможем их заретрайить. И если произойдет exception, если так получится, что мы не запишем записи в ClickHouse, то мы потеряем данные. Не очень круто. Есть второй вариант. Например, мы залочились на методе findToLock, процесс 1, опять же. Просыпается процесс 2. Точнее, не залочились, а застряли. Процесс 2 приходит туда же, где у нас висит сейчас процесс 1, они собирают один и тот же батч. И они достанут примерно, скорее всего, одни и те же элементы из буфера. Они перейдут к методу lockRecords, и тут интересно, процесс 1 в этот момент, он как бы отжил. То есть ничто ему не мешает, на самом деле отжить, замереть на пару секундочек, а потом как бы вернуться. Они вместе лочат одни и те же записи, а потом вместе добавляют одни и те же записи в батч. И так как у нас обновление батча это такая неблокирующая атомарная операция, то они успешно оба добавят каждой своей записи. И здесь мы получим дубликаты, потому что на самом деле кто-то один из них должен был добавить эти записи. Здесь кажется, что проблема вся наша в том, что мы берем недостаточно длинную блокировку. То есть нужно сделать такую блокировку, чтобы мы точно не могли попортить данные, чтобы у нас точно никогда не было такого, что два каких-то процесса проснулись и обрабатывают один и тот же батч. И, соответственно, в каком-то визуализировать это можно так, что чем меньше у нас блокировка, тем больше вероятность, что мы попортим данные, конкретно для нашего алгоритма. Но у нас есть другая проблема. Если мы возьмем очень длинную блокировку, например, 10 минут, то мы, если у нас наш процесс просто упадет, ну, как бы мало ли почему он упал, либо его вообще прибьет там какая-нибудь, он запущен, по-моему, с лямбди, и его решила прибить этой лямбдой. Ну, неизвестно вообще, где мы будем запускать программы, такого рода обработчики через пару лет, или уже запускаем. И мы не хотим ждать 10 минут, чтобы продолжить обновление нашего батча, тем более, если мы хотим какой-то real-time. То есть если мы хотим, чтобы наш батч отрабатывал там в среднем каждые 10 секунд, то время ждать 10 минут, пока очередной батч пройдет, проснется и начнет обрабатывать, ну, как бы, какие-то данные, нам вообще не очень нравится. И, соответственно, здесь у нас дилемма. То есть мы, с одной стороны, можем взять поменьше блокировку, но рисковать тем, что мы попортим данные. А с другой стороны, мы можем взять побольше блокировку, наверное, вероятность попортить данные меньше, но, как бы, придется ждать, и, возможно, вообще наш бизнес или заказчики будут недовольны, что вообще им приходится иногда так долго ждать новых данных. И мой поинт в том, что нам не надо делать такой выбор. Нам, на самом деле, нужно сделать такую реализацию, где попортить данные мы не можем. Как мы это сделаем? Мы это сделаем с помощью такого способа. Каждый наш процесс, который будет обрабатывать данные, каждый наш обработчик, он будет помещаться каким-то уникальным идентификатором. То есть это будет уникальный идентификатор текущего обработчика. И с помощью этого уникального идентификатора мы будем пытаться понимать во время опасных операций наша блокировка, она все еще держится или нет. Как это выглядит? То есть у нас есть и в документ batch, и в документ buffer records мы добавим следующее поле. Оно будет называться locked by you eat. Это значит, что либо для batch, что этот batch был залочен каким-то конкретным обработчиком, и для buffer records то же самое. Это значит, что эта запись была залочена каким-то конкретным обработчиком. В методе try-lock-batch мы теперь, когда делаем апдейт, когда мы берем нашу блокировку, мы не просто проставляем тайм-аут, мы дополнительно помечаем вот этот batch тем айдишником уникальным нашего обработчика, который взял блокировку. И здесь мы можем еще сделать такой небольшой хак. Ну, не хак, а оптимизацию. На самом деле, из-за того, что теперь мы всегда точно можем определить, у нас все еще наша блокировка, она как бы валидна или не валидна, мы можем эту блокировку больше никогда не снимать, а мы можем как бы создавать такие процессы, которые будут вечно жить и будут просто продлевать эту блокировку от цикла к циклу между операцией к операцией. И для того, чтобы это поддержать, еще тогда, когда мы берем блокировку, мы можем поискать в условии запроса, что может быть есть batch, на который у нас и так уже есть блокировка. И тогда мы можем просто взять этот batch и уже работать с ним, а не просто брать какую-то новую блокировку. Вот. Методы logRecords чуть-чуть меняются. Теперь в методе logRecords мы не просто вслепую лочим записи. То есть мы верим, что мы сейчас единственный поток, и мы пытаемся залочить какие-то записи. Мы пытаемся залочить только те записи с помощью дополнительного условия в методе updateMany, которые действительно никем сейчас не залочены. И нужно понимать, что несмотря на то, что вся операция updateMany, она как бы вместе не атомарна, каждое конкретное обновление документа в этой большой операции, оно атомарно. И поэтому для каждого конкретного документа условие, что нет никакого лока, оно будет выполняться гарантированно. И поэтому только один поток гарантированно сможет залочить эти записи. А дальше мы опять же не верим тому, что мы все записи, которые мы пытались залочить, мы залочили. Для этого мы вводим еще один метод дополнительный, которым мы находим действительно залоченные записи. Уже из списка тех айдишников и айдишника текущего потока мы находим то, что мы действительно смогли залочить в этот проход цикла. И уже здесь мы добавляем эти записи в наш батч, дополнительно проверяя, что никто не перехватил блокировку. Это очень важно, да. Потому что если кто-то перехватил, то возможно он уже прямо сейчас где-то пытается заблокировать примерно те же самые записи и работать небезопасно. А что делать, если работать небезопасно? Если этот метод вернул нам now. То есть мы не смогли захватить батч, с которым мы сейчас работали. Мы просто выходим, потому что какой-то другой поток уже работает над этим батчем, пускай он дальше и работает. А мы не сделаем ничего опасного. То есть мы как бы починили первую проблему, о которой я рассказывал. Нет, на самом деле вторую. А первую проблему мы починили следующим образом. Мы никогда не завершаем батч, если у нас наша блокировка больше не держится. Для этого мы делаем очень простую вещь. Единственную, мы просто в часть запроса, где мы делаем апдейт, мы добавляем поле, что все еще наш батч залочен именно нами. И здесь то, что я говорил, мы можем больше не убирать блокировку. Мы можем, так как мы в этот момент, если этот апдейт случился, мы точно уверены, что наш батч все еще держит блокировку и нету никаких параллельных потоков, которые тот же батч обрабатывают. Мы можем просто продлить нашу блокировку. Отлично. Вот теперь, наконец, наша реализация больше не наивная. То есть мы больше не верим, что распределенная блокировка может нас от чего-то защитить и как бы просто на другом уровне с этим работаем. Давайте вспомним ту дилемму, которая у нас была. То есть у нас есть график вероятности порчи данных и время восстановления после падения. Вероятности порчи данных у нас больше нет, потому что мы просто решили эту проблему концептуально. Мы больше не делаем опасных операций, в которых мы не уверены. И мы больше никогда не верим, что действительно нету какого-то параллельного потока. Мы всегда считаем, что такой поток может быть. Но это не значит, что нам можно сделать какое-то бесконечно малое время блокировки. Потому что у нас есть… Чем меньше блокировку мы сделаем, тем больше вероятность инвалидации блокировки. Несмотря на то, что вероятности порчи данных у нас больше нет, инвалидация блокировки – это тоже не очень хорошая вещь, потому что она заставляет нас повторять какие-то операции. И это просто плохо для общей производительности нашего алгоритма, нашей программы. И здесь мы просто решаем какую-то оптимизационную функцию. То есть, с одной стороны, слишком частые блокировки, слишком короткие блокировки приводят к тому, что они часто инвалидируются. С другой стороны, слишком длинные приводят к тому, что мы долго ждем, если что-то пошло не так. И где-то между вот этими двумя полюсами есть какое-то оптимальное конкретно для нашего алгоритма значение блокировки, которое мы можем взять. И мой поинт здесь в том, что мы всегда должны с блокировками решать задачу оптимизации, а не решать проблему безопасности. И распределенная блокировка не может гарантировать безопасность, потому что всегда она не может гарантировать нам на том же уровне, как нераспределенная блокировка, что только один процесс выполняет какую-то логику. И здесь я ставил как вишенка на торте. На самом деле наш алгоритм все еще может содержать аномалии. И это как бы очень печально. Давайте рассмотрим, как это может быть. Допустим, у нас, во-первых, мы забыли продлять нашу блокировку для наглядности в методе addToBatch. И у нас есть процесс 1, который завершает набирать бач. И в этот момент вот его блокировка тоже уже подошла к концу. Вот она сейчас закончится. Он переходит к тому моменту, чтобы начать писать данные в ClickHouse. И в этот момент просыпается процесс 2. Процесс 2 захватывает блокировку. Ну, приходит к методу while. И здесь он относительно своего текущего времени, то, что лежит в его таймстемпе, этого процесса. Нам нужно понимать, что этот процесс может быть на другом сервере, в другом датацентре, где угодно. И так получилось, что процесс 2, часы его спешат на 300 миллисекунд относительно процесса 1. И он успевает войти в наш бач. Он входит в бач и добирает еще записи. А процесс 1, он как бы уже послал этот бач до изменения в ClickHouse. Конечно, его блокировка потом инвалидируется. То есть он как бы больше, он не сможет завершить этот бач. Но нам это уже не помогает. Потому что процесс 2, когда дойдет до ClickHouse, это уже будет другой бач, и мы получим дубликаты. И почему это получается? Потому что здесь, в нашем цикле while, мы смешали две логики. У нас есть логика, которая говорит о том, что когда у нас наступает какой-то тайм-аут, нам бы пора завершить бач, нам бы пора его зафиксировать. А есть логика, которая говорит, что когда бач зафиксирован, он должен остаться зафиксированным. То есть мы решаем это с помощью одного средства, с помощью таймстемпа. То есть первую задачу, она как-то подразумевает, что может быть какая-то погрешность, и это ничего страшного. То есть тот момент, когда мы решаем завершить бач, окей, типа, с какой-то погрешностью. А вот вторая задача, когда мы решаем, что бач зафиксирован, он должен остаться зафиксированным, она не терпит погрешности. И, соответственно, нам нужно и решать их по-разному. последняя реализация здесь мы уже чиним эту проблему у нас на самом деле все инструменты для того, чтобы ее починить есть, нам нужно добавить еще одно свойство для документа batch, что batch закрыт, соответственно если когда мы приходим в цикл while мы проверяем, закрыт ли этот batch или нет, то есть можно ли нам еще набирать записи или нельзя дополнительно ко всем остальным условиям и первое действие, которое мы делаем после того, как мы выходим и завершаем batch из этого цикла, мы его закрываем и здесь у нас такое же условие, как и во всех остальных методах, мы перепроверяем, что действительно наша блокировка все еще держится если она уже не держится, это значит, что другой поток какой-то теоретически может уже менять этот batch, если она держится, это нам гарантирует, что никакого другого потока нет и мы, собственно, вот таким образом можем безопасно это все обновить вот это, наверное, было довольно большое количество кода я хочу просто как-то свести в конце вместе какие-то концепции, которые я здесь использовал и которые в целом часто используются для реализации каких-то распределенных программ, ну включая и программ на MongoDB то есть, во-первых, что мы использовали для того, чтобы все это написать у нас есть атомарная compare and swap операции над одним документом как мой коллега Паша говорил, что в MongoDB атомарные обновления над документами были всегда то есть, это как бы основная отличительная черта вообще любой ну, не любой, а именно Mongo и, наверное, документных баз данных и с помощью атомарных compare and swap операций даже когда у нас нет доступа к транзакциям мы, в принципе, можем реализовать очень сложную логику и, что самое главное очень консистентную логику, то есть, с любой степенью сложности и безопасности дальше, с помощью compare and swap мы можем легко сами реализовать распределенную блокировку причем нужно заметить, что для распределенной блокировки нам не потребовался там ZooKeeper или какой-нибудь консул, или какие-то специальные решения или какой-то специальный фреймворк мы просто взяли двумя апдейтами и создали себе распределенную блокировку в этом нет ничего сложного, если понимать как работает атомарное обновление дальше очень интересная идея блокировка на локальный контекст это то, с помощью чего мы могли понять что наша блокировка инвалидирована то есть, мы не можем просто слать запросы во внешний мир вслепую нам нужно относительно чего-то иметь какую-то точку отчета этой точкой отчета может быть какой-то локальный контекст и, например, какой-то уникальный идентификатор нашего текущего обработчика и, отталкиваясь от этого локального контекста, мы можем уже какую-то логику строить хотим мы продолжать дальше наш алгоритм не хотим продолжать, может быть, это небезопасно то есть, ну, важно знать просто про такой подход далее но атомарная операция — это не все то есть, если и вообще говоря, когда у нас атомарные операции недоступны, если мы хотим в распределенной системе привести что-то к консистентному состоянию то если у нас есть несколько неатомарных операций то по определению они могут приходить в неконсистентное состояние и у нас, собственно, один из способов, как мы можем вернуть их к консистентному состоянию это делить наши операции на какие-то динпатентные части и мы можем тогда их повторять раз за разом пока наша система не придет обратно в консистентное состояние вторая идея — это что мы можем делать оптимистичное исполнение и, если что-то пошло не так, делать rollback опять же, у нас есть какой-то период времени, когда наша система в неконсистентном состоянии но это окей, если мы умеем из этого неконсистентного состояния возвращаться и нужно, кстати, отметить, что оптимистичное исполнение rollback — это, вообще говоря, тот принцип, на котором построены практически все алгоритмы распределенных транзакций то есть там тоже нет никакой магии никто, на самом деле, лучше, ну, практически ничего лучше не придумал и парочку еще вещей, которые я упомянул в ходе доклада хочется их тоже проговорить во-первых, зависание коварния падений это очень важно знать, когда мы работаем в такой очень малозависимой от нас среде то есть если мы работаем с сетью, если мы работаем в каких-то виртуалках или каких-то контейнерах на каких-то серверах то наши программы постоянно зависают они постоянно где-то как бы залипают они постоянно тайм-аутятся и нужно просто про это знать то есть нужно знать, что как бы это происходит и что самое главное эта логика часто приводит к тому, что ломаются наши блокировки распределенные потому что они как бы всегда зависят на какие-то тайм-ауты и здесь мы как бы должны это принимать во внимание то есть, увы, это печальный факт дальше, мы не должны зависеть на синхронизацию часов то есть какая-то бизнес-логика может зависеть на часы более того, тайм-ауты какие-то могут зависеть на часы это все какие-то операции, у которых может быть какая-то погрешность но если мы зависим на синхронизацию часов в какой-то точной логике что разные машины в одно и то же время будут принимать одно и то же решение как бы в одно какое-то абсолютное время то такого, увы, тоже нельзя добиться и последнее, упорядоченные счетчики не всегда монотонные здесь такая очень важная мысль когда мы имеем дело с распределенными системами на самом деле, очень мало в распределенных системах монотонных счетчиков по-настоящему монотонных которые действительно растут со временем уникальные числа каждый раз дают чаще счетчики, они какие-то прыгающие и примерно упорядоченные, и примерно растущие нужно их отличать не стоит завязываться на те счетчики которые примерно растут если вы пишете, очевидно, что-то пытаетесь какую-то проблему безопасности решить понятно, что это можно использовать для каких-то оптимизаций, улучшений там, ну, много чего то есть эти счетчики все равно полезны и буквально пару слов что получилось на талаке то есть понятно, что на талаке у нас какое-то немножко другое решение оно там немного по-другому работает и вообще говоря как бы оно гораздо сложнее и больше вещей решает но с другой стороны все абсолютно концепции которые здесь я показал они на самом деле так или иначе там есть и они примерно в таком варианте и собраны и мы оказались примерно правы про то, что у нас будет в какой-то момент две тысячи событий на запись то есть это график с нашего продакшена который я взял, когда готовил этот доклад и у нас есть такие пики то есть этот график довольно неравномерный вот как-то так он выглядит то есть да и мы его превращаем вот в такой график записей в клик-хаус то есть у нас сейчас примерно там семнадцать записей в секунду инсертов клик-хаус которые и они как бы не зависят от этих пиков потому что они все как раз таки ровненькие по тайм-аутам пишутся и красиво вот так выглядят и еще небольшое пара слайдов про то, как ведет у нас себя Монго на продакшене это наш настоящий дашборд с продакшена Талаки для сервиса аналитик то есть во-первых, что здесь интересно у нас главный наш мастер праймари нода у нее сейчас ну это данные за последние месяцы это наверное какие-то взвешенные данные там за день количество операций в секунду то есть у нас мастер держит там три тысячи операций в секунду без каких-то особых проблем причем это все операции на запись то есть светло-голубенького очень мало а светло-голубенькое это именно чтение потому что вот справа у нас реплика и читаем мы в основном с реплики и там почти там наверное семь тысяч вот а еще интересная штука что у нас место вот для нашего буфера то есть реализация буфера требует какого-то константного количества места ну если у нас не растет нагрузка и вот как у нас место зафиксировалось для буфера в районе 100 гигабайт так оно таким и остается уже месяцы то есть MongoDB очень как-то ну нигде не течет по месту то есть у нас никакие логи там никакие какие-то файлы странные не разрастаются просто от количества операций то есть сколько у нас операций в среднем буфере содержится настолько MongoDB и нужно место это довольно здорово вот для реализации таких вещей все спасибо спасибо большое за такой подробный доклад Саша и у нас есть несколько вопросов один из них немножко провокационный почему не кавка например или тарантул вот у нас в чате спрашивают не пробовали ли вы тарантул ну во-первых то есть да про кавку я сейчас отвечу то есть почему не какая-то другая general purpose база данных потому что мы решали как бы проблему ну такую как это довольно стандартную для какой-то базы данных то есть нам нужно где-то хранить данные как-то к ним доступаться иметь какую-то часть ну и какую-то уметь делать синхронизацию например компейернс-поп-операции и поэтому MongoDB мы с ней просто очень хорошо умеем работать то есть мы ее много использовали в продакшене и поэтому это наш выбор был по умолчанию мы выбирали между pastgreSQL и MongoDB и с MongoDB просто такие сервисы можно быстрее разрабатывать на самом деле то есть накидать их а потом уже смотреть там взлетит-не взлетит вот почему поэтому не тарантул я сказать толком не могу потому что ну мне кажется тарантул он наверное дает такие же компейернс-поп-операции и я не знаю что у него там с персистентностью если честно и к какой сложности там можно писать запросы ну возможно он вполне может подойти просто я не уверен что он настолько как-то мачур решения как MongoDB я бы его наверное так вот прямо сходу в продакшн не потащил а почему не Kafka это другой хороший вопрос потому что Kafka нам бы пришлось поддерживать самим то есть здесь нам Яндекс.Облако поддерживает MongoDB а Kafka ну то есть непонятно что бы она нам дала на самом деле то есть наверное мы бы могли вот эти батчи резать с помощью какого-то Kafka Streams там сделать какие-то потоки как-то их вот так вот разрулить хотя я тоже не уверен так как мое знакомство с Kafka только такое очень поверхностное я тоже не уверен как бы мы решили эту логику с тайм-аутами но оно того наверное не стоит чтобы вводить полностью новую технологию для того чтобы в общем-то решить довольно несложную задачу такого буфера как бы вот ну да поэтому наверное неудовлетворительный ответ но тем не менее то есть каких-то серьезных сравнений мы не делали понятно спасибо вот кстати хочу дополнить еще что в Яндекс.Облаке мы планируем наружу предоставлять управляемую Kafka это скорее всего произойдет в течение этого года и возможно даже к осени люди смогут пользоваться если они захотят кроме того для конкретно вот этой проблемы которую решают ребята у нас также в будущем будет решение в Кликхаусе разрабатывается специальный функционал который позволит гарантированно вставлять пусть даже и небольшие кусочки в базу данных и таким образом можно это делать будет напрямую кстати напомню что Кликхаус умеет работать с Kafka просто практически из коробки так спасибо большое Александр давайте спасибо давайте наверное перейдем к заключительной да извините к заключительной части ну и как видите Mongo можно использовать для самых разных задач и универсальность решения может вам помочь сэкономить деньги а такие решения как управляемые сервисы например как в Яндекс.Облаке еще и время мы будем очень рады обратной связи от вас и вот на слайде вы видите QR-код там будет ссылка где вы сможете заполнить форму и сказать нам все что вы думаете по поводу нашего доклада мы будем очень рады услышать что бы вы нам не сказали также хочу поблагодарить наших друзей из канала MongoDB Russian которые согласились анонсировать этот метап и я думаю что сегодня все спасибо вам друзья большое что были с нами надеюсь что пицца была вкусной а доклады интересными спасибо большое до свидания ждем вас снова до свидания